Итак, ребята, в предыдущих двух уроках мы с вами поработали с параметрами и вызовом функции. Это очень важно, потому что мы, допустим, берем... Какие бы мы ни брали библиотеки, фреймворки... Их куча, да? Везде нам предстоит работать с функциями JavaScript. Поэтому на функции должно быть основное внимание. Функции это... И дальше Angular, и все это функции GSC. А в классах методы. Это те же функции, но работают те же принципы, что и в функциях, когда мы пишем методы. По сути дела, когда мы точно знаем, что хорошо разбираемся в функциях, нам будет просто писать код. Это то же самое, что водить автомобиль. Чтобы водить автомобиль, надо садиться и ехать. Вот мы и едем. Но нам мало этого. Давайте, вот мы с вами вывели пока определенные правила. По крайней мере, посмотрели и пришли к выводу, вот, как нам вбивать параметры, чтобы оно работало так, как мы ожидаем. Но тем не менее, давайте вот, вот я взял библиотеку Meteor, один из популярных фреймворков, и вам будет домашнее задание. Набираете ноду Amizome. Открываете абсолютно любую библиотеку. Я покажу на примере. И что нам сейчас, по крайней мере, известно. Находим function и обращаем внимание на следующие вещи. Запись параметров. По сути дела, в данном файле именованных нету, все очень конкретно. Сразу бросается в глаза, что это ноды. А почему? Потому что затребовать тар, затребовать патч. Вот я для вас открыл. Само ноды, по сути дела, это и есть модули. Сложного здесь, само по себе ничего нету. Вот как устроен ноду будем изучать. Вот есть модули. Просто надо разобраться, что какой модуль делает. В данном примере демонстрируется, например, модуль патч. Объявляясь константа, дальше идет подключение модуля. Дальше уже используется то, что само нода используется. Если мы открываем модуль патч, то мы находим набор методов. Точно как здесь, вот если вы видите, да, подключение патч. И пример. Константа патч, подключение патч. И дальше просто идет работа с этими методами. То есть все шаблонно. С ноды надо просто немножко разобраться, а потом будем работать с фреймворками, потому что нет смысла что-то писать, когда оно написано. Поэтому мы будем работать экспресс, метеор, чтобы писать сразу веб-сайты, мобильные приложения. Все другие фреймворки будут работать нодовские по тому же принципу. Все-таки я хотел обратить внимание. То есть поняли, да, видно, что ноды, то есть это его стиль. А дальше открывайте код любого приложения. Просто, грубо говоря, чем старше приложение, тем лучше. Значит у людей больше опыт. И обращайте внимание на функции. Вот у нас функция, вот как объявлены параметры. Обращайте внимание на то, как они прописываются. Обратите внимание на то, на читаемость кода. Вот это стрелочная функция чуть попозже будем изучать. И ваша задача сейчас только, то, что мы сейчас прошли, это параметры. И смотрите, как люди работают с параметрами. То есть как они поехали. Бац, бац, бац. То есть все у них в данном файле все очень четко. Очень важно просматривать код. Написан код очень читаемо. Ну, на данном этапе, в данном случае, ваше дело порыться и посмотреть там, где есть функция, посмотреть на сами параметры. А мы с вами сейчас просто обязаны заострить внимание на основных вещах. То есть, по сути дела, если, например, работая с Python, функции высшего порядка, поддержка, функции первого класса, для Python, как бы даже не акцентируется внимание, это одна из возможностей. В JavaScript на этом все построено. По сути дела, что это значит? Это значит, функции вызывают другие функции. Иными словами, надо сейчас понять. Сейчас мы это рассмотрим подробнее, потому что это очень важно для абсолютно любых языков. И, по сути дела, когда вы видите, допустим, вот эту парадигму функции высшего порядка, вам ответ на вопрос, что на данном языке можно легко писать самые сложные мобильные приложения. Ну, все банально просто отвечается. Почему? Потому что вот, ну, берем, допустим, представляем себе там мобильный интерфейс. Вот у нас, вот у нас, сейчас, стоп. Вот у нас кнопочка, вот у нас клик, и, по сути дела, просто я механизм рассказываю. Вот мы кликаем, вот по кнопочке, вот эта область, то есть одна функция вызывает другую функцию. Поэтому, когда мы видим функции высшего порядка, то мы четко понимаем, что нам не надо ни у кого ничего спрашивать, что на этом языке можно писать самые сложные вещи, самые сложные мобильные приложения. То есть ответ сразу готов. Это и функция обратного вызова, все, все, все. Поэтому данный язык, по заявлению разработчиков, в принципе, на это и заточен. Это основное. Я в течение 30 минут, это не единственное приложение, я посмотрел код, и практически процентов 40 кода, это использование функций в коде. То есть это основная из возможностей. Поэтому наша задача с вами сейчас разобраться с этим. Разберемся мы вначале на примере Python. На примере Python. Я взял просто объяснение функции с Википедии, чтобы не выдумывать. Очень хорошо видно на примере Python, а потом дальше пойдем в JavaScript. Сначала понять пример. Итак, для начала, функция высшего порядка. Значит, функция, принимающаяся в качестве аргументов, другие функции. По заявлению разработчиков JavaScript, это важно сейчас запомнить, в JavaScript функция объект. Иными словами, значит, если это объект, проще. Открываем пока Википедию, читаем, что такое объект. Если это объект, значит, у него есть что? Поведение, например, да, он двигается. У него есть свойства. Он большой, маленький. У него есть, однозначно, у него есть какие-то отличительные вещи. Ну, это называется, по сути дела, поведение и свойства. То, что потом можно и менять в объекте. Иными словами, дальше, значит, функции можно, если это объект, соображаем, ребята. Давайте здесь. Значит, если вот мы услышали, функция это объект. Что для нас это? Хофф, функция высшего порядка. Это в переводе три маленькие буквы. Фанкшн. Просто сначала демонстрируем, да? Демонстрируем. Иными словами, если функция это объект, значит, он может записываться там, где параметры. Иными словами, где-то в другом месте написанная функция может вызываться как параметр. Для этого самое главное. Значит, с ней можно делать все, что угодно. С объектом, что можно делать с объектом? Если вы посмотрите описание объекта, по сути дела, основное это поведение и свойства. И это поведение и эти свойства мы в процессе программирования и изменяем. Дверь открыта, дверь закрыта. Было закрыто, стало открыто. Дальше был синий, стал зеленый. В магазине был один продукт, стал второй продукт. То есть, это и есть изменение. В этом и есть смысл программирования, как в обычной жизни. Положил на полку продукт, там добавил продавец 10 пачек кофе. На полке стало 10 пачек кофе. Программную кофе, значит, мы добавили. Да, функцию, которая есть там, добавил здесь 10 пачек кофе. То есть, идет изменение. Это важно. Вот эту вещь надо хорошо понять. Функции высшего порядка. И первоклассная поддержка функций. По сути дела, то, что я вам и говорил. Да, только что. Функции объекта первого класса, это означает поддержку функций в качестве аргументов другими функциями. Это то, что мы только что рассматривали. Иными словами, с функцией можно делать все, что угодно. И так как все-таки разработчики заявляют, что мы постоянно заостряем внимание, что JavaScript старается поддерживать функциональную парадигму программирования, при этом имеет в основе своей, очень хорошо заложено здесь передавать и возвращать в качестве результата другие функции, то, что мы рассматривали, и имеет короклассную поддержку. Иными словами, что точно заложено, что передача функций как аргумента. Давайте посмотрим на примере Python, это самое простое, как это вообще выглядит. Я создал файл hof.py. И давайте напишем функцию. Какую-то функцию. Она будет простая. Fun 1. У нас будет там один параметр. Парам 1. И будет сразу возвращать. Код в последующем может быть сложнее. Возвращать сам наш параметр. Плюс слово заработало. Плюс слово заработало. То есть у нас есть функция. Мы пишем другую функцию. Это будет функция высшего порядка. Hof. Сейчас я. Здесь мы вбиваем. На первом месте мы будем использовать функцию. Мы вбили. Можем function. Но мы возьмем fun. Функцию. И параметр 1. Парам 1 у нас есть. Дальше. Вот это я хотел скопировать. Функция высшего порядка. Дальше. Что мы делаем? Мы сразу будем возвращать. Значит. Возвращаем. Вот этот параметр fun. Мы будем вбивать вот эту функцию. Fun 1. То есть мы. А иными словами. Когда мы будем в fun 1. То мы должны получать такой результат. И берем наш параметр fun. И парам 1. Да. Прописываем функцию. Ну и сделаем. Чтобы было интересней. Как там. Плюс. Fun. Парам 1. То есть. По сути дела. Должно. Чего-то 2 появится. Плюс. Плюс. Теперь. Давайте посмотрим. Как это работает. Сначала мы проверим. На ошибки. Ну. Ошибок я вижу нету. То есть. Все. Нормально. Вызываем. Нам надо вывести. Итак. Мы выводим нашу функцию. Хов. Хов. У нас первым идет. Fun 1. То есть. Мы. Передаем функцию. Fun 1. Вот эту вот. Пробел. Сразу. Мы ее находим. Если. Она была недоступна. То мы. Перед. В подсказках. Не нашли. Fun 1. Первый параметр. Второй. У нас. Параметр. Парам. Да. Добавим. Такое слово. Вместо него. Ура. Ну. Чтобы получилось. Ура. Заработало. Ура. То есть. Мы видим. Что у нас здесь. В хов. Два параметра. Потом попробуем. Как мы раньше тестировали. Не передавать чего-то. И. Теперь мы можем. Запустить. Ура. Заработал. Ура. Заработал. Ну. Давайте. Мы. Сделаем следующее. Добавим еще. Просто. Чтоб у нас был некий пробел. Между словами. И. Опять запустим. Ура. Заработало. Ура. Заработало. Вот. Оно. Чудо. Произошло. Произошло. Чудо. Какое. Функция. Хов. Использует. Функцию. Фан. Один. Это и есть. В работе. Функция. Высшего. Порядка. Функции. Передаются. Как параметры. В данном случае. Мы. Передали. Как параметр. Как аргумент. То есть. Функцию. Один. Да. Которая. Полностью. Выполнила. То. Что. Там. Было. Сделано. Вы. Можете. При этом. Если это Python. То мы четко понимаем. Что это. У нас. Какой параметр. Правильно. Позиционная. Передача. Его обязательно. И здесь. Позиционная. Передача. Его обязательно. Ну. Это сейчас не так важно. Это мы и так знаем. Те кто в школе. Кто начал. С этого видео. В школе. Уроки. Начало уроков. Python. Kotlin. GC. Это начало. Дальше. Сначала улучшаем. Python. Kotlin. GC. То есть. Везде. Здесь. В трех вещах. Мы работаем. С параметрами. И вызовами. С функциями. У нас должен быть четкий порядок. По сути дела. К чему вы должны прийти. Уже сейчас. Я давал задание. Уже по го. То есть. У вас. Не должно возникать. Сложности. Абсолютно. С любым языком. Почему? Потому что. В каждом языке. Есть параметры. В каждом языке. Вызывается. Тем не менее. Кроме как. Каких-то там. Суперовских. Не будет. Будут позиционные параметры. Будут по умолчанию. Будут. Передача. Именованных аргументов. По значению. Все. В языках. Больше ничего не придумаешь. Поэтому. Единственное. Что вам остается. Это посмотреть. Как это реализовано. В любом языке. Иными словами. При желании. При набитии руки. Вы сможете писать. Сходную. Абсолютно. На любом языке. Потому что. У вас. Произошло. Отделение. Мы уже пишем. На трех языках. А что отделилось. Отделилось главное. Что вы поняли. Ага. Функция. Имеет. Ключевое слово. Да. Оно разное. В разных языках. В Python. Это Dev. В Kotlin. Это Fun. В GC. Это Function. Ну и так далее. И так далее. Дальше. Функция. Имеет. Название. Либо не имеет. Название. Тогда она. Анонимное. Функция. Имеет параметры. А дальше. Вы просто уже. Это частности разбираетесь. Если в Python и Kotlin. Я так понимаю. Что в Kotlin взято с Python. Там. И позиционные параметры. И другие. То в GC назвали символические параметры. Но тем не менее. Мы с вами выверли. Что все-таки. Они передаются по какой-то логике. Это надо выводить. Это не надо читать. Потому что когда вы читаете. Просто там. Функции. Там. Здесь слабенькая. Будем говорить так. Документация поверхностная. Для более. Будем говорить так. Для опытных пользователей. Остальное все надо разъяснять. Как я это делаю. Так вот. Чтобы вы не читали. Вы должны всегда. Как я вас учил. Делать все. То что мы делали. На отличиях. Чтобы. Ага. Вот мне понятно. Я делал так. А теперь так. И вот так оно отработало. Тогда у вас это называется личный опыт появляется. И вы начинаете. Вам ничего не надо заучивать. У вас все логически откладывается как логика. Да. И в любой момент. Потом смотря на функцию JavaScript. Вы это уже вспоминаете. И считываете моментально. Для новичков. Что скажу вот насчет сайта. Вот эти все вещи. То есть сейчас я пишу уроки таким образом. Вы должны. Я не должны. Вы никому ничего не должны. Я рекомендую доводить до автоматизма. То есть все должно считываться моментально. Если вы все таки сделаете. Как я рекомендую с функциями. И тогда у вас в кармане и функции и в классе. И классы. Почему? Потому что. Функции это основная составная часть программы. JavaScript. Python. Kotlin. Там рулит функция. В этих трех языках. В классе это. Функция это метод. Да. С небольшими отличиями. В Python допустим. Есть там первый аргумент. Сельф. Который автоматически передается. Больше ничего не отличается. Вся методика такая же. И JavaScript. То есть. Для вас. Как для начинающего программиста. Должен быть четко отработан вопрос. Вот мы с вами отработали. Вы знаете. Посмотрели параметры. И четко понимаете. Что имеет эта функция. Что она принимает. Что. Как я могу ей передать. Мы с вами эти моменты все изучали. Для этого ребята. Я писал видео. Как-то. Ранее. И. Я его опять сейчас дам. 250 строк кода. Но тут. Jupyter. Jupyter мы тоже работали. GC. Можно. Но. По сути дела. Инструмент не важен. Сейчас. С нода. Мне очень нравится работать. И с Visual Studio. И можно. И здесь же можно сразу работать. По сути дела. И Jupyter в ней. Но сейчас так вот проще. Мне с вами общаться. Так вот. 250 строк кода. Ранее я описывал. Как отрабатывать код. И. Завершая этот урок. Завершая этот урок. Сейчас. До нас должно было дойти. Первая вещь. Что. JavaScript. Именно. Заточен. То есть. Как мы увидим. Здесь очень хорошо реализована парадигма. Функции высшего порядка. И первоклассная поддержка функций. То, что я вам говорил. Вот оно описано. Любая функция. Это объект. И следовательно. Ею можно манипулировать. Как объектом в частности. Ну. То, что мы с вами и говорили. Передавать. Его как аргумент. То, что мы сейчас с вами и проделали. То есть. Передали. Как аргумент. Функцию хофф. Да. И получили. То, что мы хотели. То есть. Функция. Одна функция. Смогла вызвать другую функцию. И. Это и есть. Функция высшего порядка. А то, что первоклассная поддержка. То, что мы. Само собой. Это как продолжение. Одного без второго. Не может быть. То, что мы передавали эту функцию. Как аргумент. То есть. Передавали. Параметру фан. Нашу функцию. Наш. Как аргумент. Фан 1. То есть. Нашу функцию. Это я надеюсь. Все понятно. Потому, что. На самом деле. Вы это будете очень часто использовать. Этот механизм. Надо очень хорошо понимать. На самом деле. Здесь ничего сложного нет. Сложности возникает. Когда у вас. Мешанина с параметрами в голове. Функции начинаются с параметров. С вызовом. Вот это должно быть отработано. То есть. Вы. Даже задумываться не должны. Вы должны все это делать в автомате. Что для этого нужно? Абсолютно верно. Писать много кода. Вот садитесь и пишите. Ссылка на уроки. На сайте школы. В описании видео. Спасибо.